Задача 67. Сколько членов содержит биноминальный ряд х в квадрате плюс 2у в кубе в двадцатой степени? Возведение в двадцатую степень займёт у нас целую вечность, а потом ещё считать члены. Но нас спрашивает, сколько членов, а не просит решить уравнение. Над этим нужно поразмыслить. Думать будем так. Сколько членов содержит в себе х плюс у в первой степени? Сколько членов? Только х плюс у. То есть тут два члена. х плюс у в квадрате. Равно х в квадрате плюс 2ху плюс у в квадрате. Три члена. Если бы я делал х плюс у в кубе, я мог бы записать биноминальное уравнение с помощью треугольника Паскаля. Давайте решим через треугольник Паскаля. Есть 1 и 1. Это первая степень. Вторая — это коэффициенты. Третья степень. Коэффициенты переходят в 1 и 3, так как 1 плюс 2 — это 3, 3 и 1. Мне даже не нужно раскрывать. Но сделаем для практики. х в кубе плюс 3х в квадрате у плюс 3ху в квадрате плюс у в кубе. Я использовал их. Но возведя любой бином в третью степень, мы получим 4 члена. 4 члена. И в зависимости от того, как вы решаете, если через треугольник Паскаля, то каждый раз, спускаясь, добавляем другой член. Вдя в четвертую степень, получим 5 членов. Или когда мы используем биноминальное уравнение, наверное, вам стоит пересмотреть видео по этой теме. Итак, возведя его в степень n, получим n плюс 1 членов. В данном случае у нас биноминальное уравнение, значит, многочлен двухчленный. Мы ставим его в двадцатую степень, а возведя его в куб, получили бы 4 члена. Возведя в четвертую степень, получили бы 5 членов. Поэтому, взяв двадцатую степень, получим 21 член. Вариант В. Следующая задача. От нас требуется продолжать делать то же самое. Так давайте это делать. Итак, пара минут подготовительных работ, и можем приступать к задаче. Каковы первые 4 члена при разложении 1 плюс 2x в шестой степени? Используем биноминальное уравнение. Думаю, от нас именно этого хотят. Итак, мы быстрее всего сделаем это. Во-первых, смотрим на эти коэффициенты. Давайте посчитаем. Это будет коэффициент из шести по нулю. Посчитаем первые 4 члена умножить на 1 в шестой степени на 2x в нулевой. Это даже не нужно записывать. Плюс коэффициент из шести по единице. Нам нужно найти третий член, так как здесь они начинают меняться. Коэффициент из шести по одному на единицу в пятой степени на 2x в первой на 2x. Итак, коэффициент из шести по единице на 1 в пятой степени на 2x в первой на 2x. Плюс коэффициент из шести по двум на… это единица, неважно. Какой она степени 1 в четвертой на 2x в квадрате плюс… Давайте посмотрим. Надо найти первые четыре. Доделаем. Коэффициент из шести по трём на единицу в кубе. Член нужно уменьшать один каждый раз, умножить на 2x в кубе. Посмотрим на варианты ответа, чтобы сэкономить время. Посмотрев на варианты, согласимся, что первый член будет единица. Это будет один, так как везде есть единица. Второй член точно 12x. А третий уже отличается. Каков третий член? Коэффициент из шести по двум равно факториал шести на факториал двух на шесть минус факториал двух. Спустимся пониже. Это у нас равняется факториал шести, то есть шесть на пять, на четыре, на три, на два, на один. Но один ни на что не влияет. Делим на факториал двух, два на единицу, то есть два. Делим на шесть минус факториал двух, это факториал четырех, то есть четыре на три на два на единицу. Это сокращается. Двойка и шестерка сокращаются. Получаем три. Получили три на пять. То есть коэффициент из шести по двум равно пятнадцати, три на пятнадцати — это пятнадцать. Умножаем на единицу в четвертой, то есть единица на два х в квадрате на четыре х в квадрате, получаем пятнадцать на четыре равно шестидесяти х в квадрате. Третий член равен шестьдесят х в квадрате. Мы закончили, только вариант D содержит шестьдесят х в квадрате в третьем члене. Даже не пришлось считать четвертый. Если внимательно смотреть на варианты, нам пришлось найти лишь один член. Следующая задача. Посмотрим. Шестьдесят девятая. Опять-таки копируем и вставляем. Вот так. Какова сумма бесконечной геометрической прогрессии? Одна вторая плюс одна четвертая плюс одна восьмая и так далее. Честно говоря, я знаю формулу, но случается, что ее не знаешь. Тогда можно вывести формулу самому. Если вы забыли, и вам 32, как и мне. Находим бесконечную сумму геометрической прогрессии. Сумма. Я выведу формулу сейчас во время решения. Я делаю это во время решения тестов, и это всегда мне помогало. Знать доказательства всегда полезно. Пусть сумма равна a в степени 0. Это интересно. Сумма равна a в степени 0. Потому что вначале дано 1 вторая. Сделаем с числами. Нам же надо найти точную сумму. Пусть сумма равна 1 второй в первой степени плюс 1 вторая в квадрате, плюс 1 вторая в кубе, вся дробь в кубе, плюс и так далее. Ну, возводим все это в куб и так далее. Теперь 1 вторую умножим на сумму. 1 вторую на сумму. Чему это равно? Если я взял 1 вторую на это, то я должен умножить это на каждый член. 1 вторая на этот член в первой степени. 1 вторая на 1 вторую в первой равно 1 второй в квадрате. 1 вторая в квадрате. Сейчас мы умножаем каждый член на 1 вторую. 1 вторую на 1 вторую в первой. Это 1 вторая в квадрате. 1 вторая на 1 вторую в квадрате равно 1 вторая в кубе и так далее. Это бесконечная прогрессия. Давайте узнаем, если я вычту это из этого, что получится? Посмотрим. Получим s минус 1 вторая s, вычитаем это из этого, равно это минус это. При вычитании зеленого из желтого, это и это сократится, это сократится с этим, и остается только первый член вот здесь. Вот такая хитрость. И вы можете доказать это для любого случая. Это было интересно, потому что часто в начале дается нулевая степень. Эта задача интереснее тем, что в начале 1 вторая в первой степени. Ну, давайте решать. s минус 1 вторая s равно 1 вторая s. 1 вторая s равно 1 второй. Остается s, деленное с обеих сторон на 1 вторую, или умноженное на 2, получаем s равно 1. Многие из вас знают, что есть формула. Я объясню, что она делает. Она заключается в том, что если мы начинаем с n равно 0, и идем к бесконечности, а в степени n в нашем случае, это 1 вторая, это равно 1 на 1 минус а. Если бы мы поняли, что эта сумма, которую мы видели, она равна сумме n равно 0 к бесконечности от 1 и 2 в степени n, которая будет равна 1 на 1 минус 1 вторая. И чему же это равно? 1 минус 1 равно 1 на 1 вторую, которое равно 2. Что мы сделали неправильно? Сейчас покажу. Эта сумма, которую мы взяли… Помните? n начинается с 0. Это сумма, которая равна 2. Это 1 вторая в нулевой, равно 1 плюс 1 вторая в первой, 1 вторая плюс 1 вторая в квадрате, 1 четвертая плюс 1 восьмая и так далее. Это равно 2. Равно 2. Эта задача, поэтому она сложнее, в ней не надо искать эту сумму, нужна эта. 1 вторая плюс 1 четвертая плюс 1 восьмая плюс и так далее. Нужно было все, кроме этой единицы. Если бы вычли ее из обеих частей, вы бы подумали, что сумма равна единице. Такой ответ мы и получили. Поэтому нужно запомнить формулу. Эта формула очень полезна. Она простая. Но иногда она запутывает, когда вы начинаете думать. Это работает, если n начинается с нуля, но что будет, если n начинается с единицы? Мне нравится эта задача. Она показывает, понимаете ли вы формулу. Ну а пока, до встречи в следующем видео.